Джулия Барте В 1910 году до выхода на пенсию в 1920 году была ведущей труппы французской комедии. Ее дипозон был широк и она появлялась в классических пьесах и в современной драме, в комедии и трагедии. Я цитирую Википедию. Барте родилась Жаной Джулия Леньео 20 октября 1854 года в первом округе Парижа. Училась в Парижской консерватории у выдающегося актера и педагога Франсуа Жозефа Ренье. Барте получила вторую премию консерватории за комедию в 1872 году и впервые выступила на профессиональной сцене в октябре того же года, взяв сценический псевдоним Барте, чтобы избежать путаницы с признанной звездой актрисой Алисой Реньео. Ее первой роли была Вивет в первой постановке Арвизианки в театре Водевиле Парижа. В 1870-е годы среди других ее ролей были Маргарита в Ганашах с Орду в 1874 году, Манон в Манон Рискотт в 1875 году и Фанни Мерсону в Мадам Каверлея. В 1879 году Барте была приглашена в комедии «Францесс», где она дебютировала 16 февраля 1880 года в роли Леа в Даниэле Роше с Орду. Позже, в том же году, она сменила Сару Берна на роли королевы Рюи Блас. 24 декабря 1880 года стала членом общества комедии «Францесс». На следующие 40 лет она сыграла 90 ролей в комедии «Францесс» от комедии до трагедии, получив прозвище «Божественное». Фигаро писала, что Барте служила комедии «Францесс» с несравненным благородством и отметила, что ее научная и сдержанная элегантность, ее утонченная грация, ее сдержанный и глубокий пафос были одним из образцов французской женщины. Ее уход со сцены в 1620 году стал международной новостью. В Лондоне «Таймс» назвала это потерей, которую почувствуют все французы. После выхода на пенсию была проведена в офицеры Ордена Почетного Легиона. Барте умерла в своем доме в 8 округе Парижа 18 ноября 1941 года в возрасте 87 лет. Была похоронена на кладбище Пасси. Вот такая небольшая информация о французской актрисе Джулия Бартея, которая была сценическим псевдонимом Жанны Джули-Ариньо. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии. Субтитры подогнал «Симон»!